Здравствуйте! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена раскрытию живописи от потемневшей олифы и поздних записей. Перед началом работы следует подготовить свое рабочее место. Выставить освещение. Лампы должны быть более нейтральными. Ни в коем случае не нужно брать лампы накаливания, так как, во-первых, они имеют ярко выраженный желтый свет, а во-вторых, очень сильно нагреваются. А так как процесс раскрытия обычно даже за один сеанс ведется в течение нескольких часов, поверхность икона может очень сильно нагреться, и это приведет к ожогам. Ожоги могут появиться на красочном слое и покровных слоях олифы. Реставрационные мастерские должны быть оснащены системой вентиляции. В процессе работы скапливается большое количество марли, ваток от растворителей, от процесса раскрытия, которые следует убирать в стеклянную емкость с крышкой, чтобы эти пары не испарялись, и реставратор не дышал данными разбавителями. После работы следует расходные материалы утилизировать. Нужно помнить, что их ни в коем случае нельзя хранить в мешках, в пакетах долгое количество времени, так как может произойти возгорание. Поэтому следует помнить про меры безопасности. Скальпеля должны быть острыми, так как почти весь процесс будет сопровождаться работой скальпеля. Если скальпель будет не очень острый, то поверхность можно поцарапать и нанести ущеб красочному слою. На реставрацию часто приходят произведения, на которых мы можем видеть следующую картину, когда часть изображения, например, лики, руки или части фона позолоченного утрачены, а рядом участки есть, где находится, наоборот, очень толстый слой лака с сгребливанием, и он не удален. Это нам может говорить о том, что, скорее всего, здесь работал не специалист, и с целью почистить и немножко освежить икону, это привело к появлению такого характера утрат, как просто смытие полностью лика. В этом случае реставратору необходимо будет, используя свои художественные навыки, восстанавливать лик. Реставратор, специалист и профессионал подходят к процессу раскрытия очень осторожно, бережно и с сопутствующими исследованиями. Раскрытие начинается с пробного участка. Этот участок выбирается на фоне или полях, но ни в коем случае нельзя использовать лики, начинать с рук или изображения одежды, потому что пробное раскрытие, его главная задача – подобрать правильную методику и правильный растворитель для того, чтобы раскрыть всю поверхность безопасно. Контрольный участок выполняется в виде ступенчатого раскрытия, когда от верхних слоев постепенно слой за слоем убирается до авторской живописи. В случаях, если записи нет, а есть только старая потемневшая олифа или шелак, ее следует удалить постепенно, послойно, но не до конца, чтобы тонкий слой лака все равно оставался на красочном слое. Полностью лак не следует убирать, так как в этом случае растворитель начнет действовать на красочный слой, что может привести к повреждениям. На одной иконе, но на разных участках, при раскрытии необходимо бывает подбирать разные растворители, так как в тех местах, к примеру, если одежда написана зелеными пигментами, тут олифа сшивается на молекулярном уровне с пигментом, и ее будет достаточно сложно удалить, поэтому тут как раз будет очень актуален метод утоншения этой пленки. А в других местах, например, на фонах, там может быть олифа уходить намного проще, легче, и не потребуется столько много усилий. В процессе реставрации актуально использовать микроскоп, так как в этом случае реставратор сможет контролировать толщину слоев, мелкие нюансы, детали, толщину лаковой пленки, и ему будет проще и безопаснее работать по маленькому фрагменту, и расширяя область раскрытия, во избежание какого-либо удаления авторских слоев или лессировок. Раскрытие выполняется обычно следующим образом. От легких растворителей к наиболее сильным. Изначально, когда только начинается раскрытие, применяется метод в сухую, когда используется только скальпель или скипидар. Область смачивается при помощи ватной палочки, и постепенно начинается воздействие по олифью на поверхности скальпеля. Олифа начинает утончаться, но этот способ подойдет только в том случае, когда олифа легко удаляется. Если лаковое покрытие очень крепкое, то тут следует уже применить спирты, которые начнут растворять эту лаковую пленку. И так по возрастанию. Если растворители работают слабо, то можно использовать и совмещение нескольких растворителей. Тогда будет воздействие на поверхности олифы сильнее. Время нанесения растворителя на поверхности может тоже отличаться в зависимости от толщины слоя. В случаях, где толщина лакового покрытия очень тонкая, там и нескольких секунд хватит нахождения растворителя на поверхности, чтобы его удалить. А там, где записи очень толстые или многослойные, там потребуется больше времени. Для такого способа можно использовать байку. Это белая ткань, которая смачивается растворителем тем или иным. Сверху ее можно прикрыть авторопластовой пленкой, то есть создавая некий компресс. И этот компресс постепенно будет воздействовать на поверхности. Реставратор в зависимости от ситуации и времени нахождения компресса на поверхности будет регулировать этот этап раскрытия. То есть он приподнимает ткань и постепенно начинает также растворителем убирать тот или иной слой записи. Если данная методика подходит и работает, то эту же ткань можно использовать на соседнем участке, и не смачивая ее заново в растворитель. К наиболее сложной части раскрытия можно отнести фрагменты, где есть сгрибливание олифы. Они получили следствие того, что когда-то, раньше, когда икона была написана, ее неправильно покрыли, или слишком была горячая олифа, или недостаточным образом ее распределили по всей поверхности иконы. Вследствие этого произошла полимеризация пленки, которая имеет сильное натяжение. Из-за того, что там большая толщина олифы скопилась, нижняя часть ее была на тот момент еще влажной, а верхняя уже подсыхать начала, и образуются такие капельки. По итогу сейчас мы можем видеть такие небольшие бугорки, потемневшие, темные, практически черного лака, которые следует удалить. Растворитель будет действовать одинаково, как на верхушке сгрибливанной олифы, так и на участке оголенного красочного слоя. И в этом случае, проводя ваткой, будет удаляться часть красочного слоя, и появится повреждение. Это недопустимо. В этом случае следует обратиться к другому способу раскрытия. Это когда несколько растворителей, или один какой-то растворитель, загеливается. То есть растворители приводятся в консистенцию геля. В этом случае гель будет более нейтрально, мягко нанесен на поверхность сгрибливания, и растворитель не попадет на оголенные участки красочного слоя. В этом случае реставратор сможет контролировать время нахождения растворителей, он не будет растекаться, и сможет постепенно расточить фрагменты сгрибливанной олифы. Наиболее сложным бывает, когда на иконе много записей и перегрунтовок. И в разных участках может быть разное их количество. Портрет, икону могли переписывать всего лишь несколько раз, а фоны напротив 5-6 и более раз. И также количество лака может отличаться от перемастиковок, перегрунтовок. Это из-за того, что произведение переносилось из одного иконостаса в другое, менялись фоны, оклады, менялись рамы, киоты. И, соответственно, работа тоже утрачивала себя. Фоны часто появлялись, на фонах появлялись какие-то трещины, и их просто иногда безжалостно, негуманно собирали и наносили. Новый либо по старой олифе, старому красочному слою, ну, либо даже старались что-то там почистить, загрунтовать и нанести новый. Поэтому получался такое как бы реставрационное выражение «Есть слоеный пирог», где реставратор следует отличить, где авторская живопись, а где поздние вставки. После того, как удалены основные части записи или олифа утончена до той степени допустимой, чаще всего реставратору необходимо будет выровнять этот авторский лаковый слой и приступает к этапу довыборки, где берется уже небольшое количество растворителя, возможно, скальпель и поверхность лака аккуратненько выравнивается, и на поверхности будет легкий золотистый оттенок лака. По краям иконы или на самом изображении могут быть обнаружены следы воска, капли краски масляные, да, если, например, рама прокрашивалась, то, конечно же, где-то могут быть следы от сильных закрашиваний. Их тоже следует удалять, например, если это воск, то тут можно будет использовать растворитель, только слегка его нагрев, и таким образом удалить эти капли воска. После выполнения этапа раскрытия и довыборок мы готовим икону к тонированию. В этом случае нам необходимо уже будет удалить контрольный участок, который оставляют обычно для понимания, какое количество слоев, или пробное раскрытие где-то на полях. Его тоже уже удаляется к этому этапу. Выполняется фотофиксация, и поверхность всей иконы необходимо будет покрыть слоем покрывного реставрационного домарного лака. Берется в этом случае либо кисть, мягкая синтетическая или щетинстая, главное, чтобы не оставались ворсинки на поверхности. Домарный лак разводится с разбавителем 1 к 4, и поверхность покрывается тонким слоем реставрационного лака. Подводя итоги, хочется отметить следующие моменты, что начинающий художник-реставратор сначала должен научиться укреплять, выполнять все этапы консервации, подведение грунта, оформление документации, фотофиксации, а только после получения всех этих навыков, набравшись опыта, сможет приступить к раскрытию. Следующая наша лекция будет посвящена тонировкам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok